Америка вдоль и поперек за полтора месяца. Сегодня у нас в гостях аримбужец Евгений Иванов, который совершил этим летом большое путешествие. Евгений, здравствуйте. Добрый день. Ну вот мы знаем, да, некоторые, кто знаком с тобой, следили за твоими приключениями в Америке. Почему была выбрана именно эта страна для такого длительного путешествия? Ну, не буду скрывать, мне нравятся Соединенные Штаты Америки. Вот, когда у меня появляется шанс финансовый, визовый, я всегда им пользуюсь. И просто в этот раз так сложились удачно звезды, что у меня была виза оформленная давно, еще заранее, 3 года назад. У меня там был товарищ, который собирался переезжать с одного побережья на другой через все Соединенные Штаты. Ну и как бы грех был этим не воспользоваться, поэтому я поехал. Тем более, что сейчас такая ситуация, что ни Соединенные Штаты не выдают визы россиянам, ни Россия не выдает американцам визы. И поэтому, как бы, возможно, что это был у меня последний вообще шанс там в ближайшее время побывать в Соединенных Штатах. Поэтому вот я... Ну, то есть это было спонтанное решение? Это не копил ты годами там деньги, не выбирал сам маршрут и отсчитывал, получается, как где останавливаться и ехать. Нет, конечно, я хотел поехать в такое путешествие через все Соединенные Штаты с Запада на Восток или там с Востока на Запад, но все равно что-то должно быть такое, что пусть послужит триггером, что тебя скажут, все, вот теперь ты можешь ехать. Без вот этого триггера, без вот этих двух условий я бы, конечно, не поехал. Поэтому можно сказать, что оно было, да, в какой-то степени спонтанным. Ну, сейчас пандемия, да, понятно, что из-за этого не выдают визы в том числе. Как там люди вот встречали россиян, которые едут через всю страну? Они, не знаю, вас сразу спрашивали, не подближайся, покажи QR-код, есть ли у тебя прививка или вообще как вот это все там воспринималось? Да нет, на самом деле в Соединенных Штатах особенно за пределами крупных городов к пандемии довольно такое, ну, простое отношение, честно скажем, никто не спрашивал никаких QR-кодов, естественно, везде мы заходили без каких-то там, естественно, документов. Но, тем не менее, конечно, в США вообще, ну, американцы, они очень-очень люди четкие, очень организованные, поэтому у них все, конечно, строго расписано. Маски это обязательно, в любом месте, хоть ты один, хоть вокруг тебя нет ни одного человека, ты должен всегда носить маску. Ну, естественно, вход в госучреждение, в музей, он тоже очень четко регламентирован, то есть там везде есть онлайн-очередь, если хочешь попасть в музей, ты записываешься на определенное время, в это же время они записывают, допустим, не более 10 человек, чтобы не было толпы. То есть в этом плане там все организовано, но неудобств для туриста я, честно говоря, никаких не ощутил. Кроме того, еще нужно учитывать, что Америка, ну, Соединенные Штаты очень рано начали вакцинировать свое население. И вот к тому моменту, как я приехал в США, ну, это был май, начало июня этого года, к этому моменту уже было вакцинировано 65-70% населения. У них это не обсуждалось вот так, как у нас сейчас? Мы сейчас считаем проценты, сколько у нас вакцинировано, сколько еще надо до коллективного иммунитета. Люди переживают. Есть антипрививочники, которые всех уговаривают не делать прививки. Кто-то, наоборот, говорит, делайте прививки. И вот спор идет, и эксперты уже пытаются объяснить весь механизм. Там все-таки четче им сказали сделать. Они сделали или как это? Да, да, они очень законопослушные граждане. Очень, ну, не знаю, наверное, только японцы могут быть более последовательными и строгими в выполнении правил. Поэтому, видимо, да, там прошло это гораздо проще. Но я не скажу, что там совсем не было проблем. Ну, известно, что сейчас в США расколоты довольно сильно. И существуют вот те люди, которые поддерживают Трампа. И, ну, соответственно, демократы, которые Трампа на дух не переваривают. Ну, и вот поэтому водоразделы страна делится по всем абсолютно вопросам, в том числе и по прививкам. То есть все, кто поддерживает Трампа, они ярые антипрививочники. Такое движение тоже в США есть. Очень можно часто даже по радио слышать. Им как бы никто не запрещает свою вести пропаганду. Да, то есть мы пока ехали по стране, очень часто так вот переключали, слушали. Там прикольные разговоры, там люди звонят. И вот сейчас обсуждают про то, как вредят прививки, какие угрозы они несут, как это страшно. Заезжают в соседний штат, там обсуждают, наоборот, другое, да? Да, да. Если ты переезжаешь из республиканского штата в демократический, ну, естественно, там такого же не встречи. Сколько штатов проехало в результате? От одного конца до другого? Не хочу соврать, потому что, честно, я не считал, но я думаю, что где-то в районе от 15 до 20 штатов вот за этот маршрут мы проехали. Ну, большинство наших зрителей, мы знаем Америку, там, не знаю, по Нью-Йорку, по Голливуду, там, Лос-Анджелес, да? Ну, потому что мы смотрим фильмы, смотрим какие-то передачи и все прочее. Ты все-таки видел немножко другую Америку, которая такая в середине страны, может быть, не такая популярная. Но вот какое оно тебе показалось? Она, не знаю, схожа с Россией, может быть, до глубинка Америки? Ну, да, на этот раз как бы мы принципиально избегали всех крупных городов, действительно, ехали по максимально таким деревенским проселочным дорогам, проехали, вот, объехали за 100 верст все крупные города, потому что, ну, во-первых, мы и были до этого в большинстве крупных городов, ну, и было интересно, конечно, посмотреть на такую вот одноэтажную Америку. Вот вопрос, похожи они на нас или не похожи, он, честно говоря, меня самому мучает уже 20 лет, я все пытаюсь вычислить вот эту формулу, что такого. Вот они внешне, конечно, абсолютно такие же, как мы, ведут себя точно так же, такие же проблемы, такие же мысли. Но вот что-то, видимо, есть, что им позволяет совсем по-другому как-то жить, как-то организовывать свое общество по-другому. Вот я сам бьюсь над этим вопросом, до сих пор не понял, что их отличает. Но вот что точно могу отметить, они дикие трудоголики, во-первых. То есть человек, который отдыхает больше недели в год, ну, он считается у них прям вот лентяем, на него все будут смотреть косо, там, коллеги не будут его уважать. Где? На работе или в своем доме? Или это что ты имеешь в виду? У них отпуска не бывают, как у нас, 28, например, по трудовому кодексу? Ну, вот я имею в виду на работе, да. У них не бывает отпусков 28 дней, нет. У них сотрудника вообще, в принципе, может не быть отпуска. Если он только устроился на работу и там не проработал даже еще там 3-4 лет, вполне нормальная ситуация, что он вообще не получает отпуска. И очень многие люди как бы счастливы и работают, и готовы на это. Вот когда человек уже там проработал 10 лет в какой-то организации, он там в качестве бонуса, вознаграждения может получить до двух недель в год. Ну, это как бы вот уже потолок. Но у них, честно говоря, и вопроса, по-моему, такого не возникает. Они, мне кажется, с месяцем отпуска в году они не найдут, чем заниматься в этот месяц. Потому что они, ну, на самом деле, все, причем с детства, вот, там, с 14 лет, они все очень сильно помешаны на работе, на какой-то там, ну, на карьере, можно так условно сказать. На том, чтобы что-то делать, как-то, как-то деньги зарабатывать, переносить какую-то пользу. То есть это воспитывается, наверное, у них с детства. Вот ты пойдешь в 14 лет, и обязательно тебе надо найти работу. Да, ты в школе идешь, устраиваешься в кафе, и там, начинаешь с, там, не знаю, мыть посуду условно. Потом, там, в 18 лет идешь официант, да, то есть непрерывно вот так они работают. Ну, вот трудоголики очень большие. Ну, и еще вот отмечу, конечно, чем они сильно от нас отличаются. То есть это, они во всем, конечно, очень стараются четко следовать правилам. Ну, вот, если будет на бортике бассейна написано «не прыгать с бортика», то никто не будет прыгать. Если написано «будет шестиполосный хайвей», и там вот крайние две полосы выделены только для автомобилей и экстренных служб, например, будет стоять пробка в четырех полосах, и никто вот не поедет на эти две выделенные полосы. Ну, я не знаю. Может быть, это скучно. Нам, наверное, для нашего понимания это скучно. Многие русские так и говорят. Многим нашим соотечественникам там вот этого не хватает. Они туда переезжают, да, им не хватает такого спонтанности, какого-то хаоса. Ну, судя по твоим фотографиям, которые ты выкладывала в сеть во время путешествия, все довольно красивое, все такое ровненькое. Даже вот в этих маленьких городах, которые мы бы, наверное, назвали райцентром, или, может быть, даже нашим селом каким-то Оренбургской области по количеству домов, да, но у них там все ровненько, красивенько, чистенько. У них что, не бывает разрушенных дорог и, не знаю, зданий с заколоченными окнами? Или это просто ты не фотографировал, но это на самом деле есть? Ну, конечно, это есть, это есть, это везде встречается. Но вот как бы меня, да, часто упрекают, что я вот слишком показываю вот одну сторону, красивую, все вот эти вот вычищенные деревеньки. Ну, на самом деле, самая страшная дорога, по которой мы ехали, в самой-самой-самой глубинке, в 50 километрах от хайвея, самая вот самая раздолбанная дорога, ну, честно говоря, не сравнится с тем, что у моих родителей во дворе. То есть есть плохие дороги, даже с ямами есть дороги, но надо понимать, что по этим дорогам проезжает там одна машина в сутки. Так, чтобы был оживленный какой-то перекресток или там центр города, или какая-то трасса, по которой постоянно проезжают там, не знаю, 100 машин в час, такая дорога там, ну, не может быть разбитой по определению. Это тоже правило, наверное, это написано у них, да? Возможно, да, я не знаю. Но и да, и были разрушены какие-то покосившиеся дома, но это все относится, знаете, к центру страны. Вот все, что в центре, все, что далеко от побережья, от портов, от океанов, вот там такое изредка оно встречается. Но в крупных городах, ну, на самом деле, в крупных городах и даже в мелких городах на побережьях, на океане, там все вычищено, вылезено, и все на самом деле очень-очень красиво, ну, по нашим российским меркам. Вот, ну, ты познакомился с бытом, да, обычных людей, американцев, там, где домики свои, огородики, если вообще, конечно, есть газоны. Что тебе вот показалось таким вот, ну, необычным, хорошим в их быте? Чего, например, ты не встречал у россиян, вот их быт, я не знаю, чем-то сильно отличается? Или так же работают на участке, как и наши, едут на дачи? Ну, в плане быта, наверное, самое-самое крупное, вот, катастрофическое различие между нами и США, это заключается в том, что они, ну, они вообще не живут в многоквартирных домах. Даже самый бедный человек, там, с самым минимальным доходом, который работает, там, ну, на какой-то скромной должности, где-то, может быть, даже, там, не знаю, уборщиком, даже такой человек всегда покупает себе дом. Он может быть старый, он может быть не очень, там, красивый, но вся Америка живет вот в домах, и, как бы, вот это вот очень сильно меняет быт. Вот. У них нет понятия, там, какой-то элитный многоквартирный дом. То есть, если дом многоквартирный, то это 100% для бездомных, для... Общежития какое-то. Да, да, общежития для наркоманов, там, для тех, кто в какие-то жизненные ситуации попал сложные. Вот. Соответственно, любой работающий человек, он имеет дом. Ну, как бы, разница жизни в доме и в квартире, она, вот, определяет всю разницу быта. Но, в целом, я бы не сказал, что... Честно говоря, вот сейчас, конечно, удивить, ну, россиянина довольно сложно, честно признаюсь. Я вот с этой мыслью ехал назад, что когда я был в США первый раз в 2004 году, конечно же, у меня глаза вот такими первые дни были, как два, там, крупных яблока зеленых. Я понимаю, что сейчас, если так же, вот, 20-летний человек поедет в США, ну, его, наверное, не очень многое удивит, потому что, ну, за вот эти вот 17 лет, на самом деле, в бытовом плане у нас, ну, появилось все, по-моему, все, что можно... Мы на уровне. Да, то есть, в США это было уже 70 лет, и, как бы, для них это, ну, не проблема и не интересно, и ничего нового. Но и за вот эти 17 лет у них опять тоже ничего нового не появилось. А для нас, да, а для нас это все, вот мы, знаете, там, 17-20 лет, мы это все получили. Поэтому сейчас, конечно, в бытовом плане удивиться тяжелее. Россияне у нас очень политизированы, они задают вопросы в постах, они пишут, они интересуются. Интересуются, что делал Трамп, что делает Байден в той или иной стране или в отношении России. Интересуются ли вообще Россией лидером Путина американцы? Задают ли они вопросы, обсуждают ли это на кухнях? Да, ну, это, конечно, вот самое главное, чем я расстрою наших граждан. Американцы вообще не интересуют Россию нисколько. Ни наш президент их не интересует, ни то, что происходит у нас. Там никто не обсуждает в ток-шоу Россию, там никто не спорит о том, там, хороший, там, Путин указы там издал, или плохи, правильно ли он поступает, там-то или там-то или неправильно. То есть, в принципе, американцев это вообще, мне кажется, не волнует. Конечно, они, ну, те американцы, с которыми я общался, такие достаточно, ну, образованные и, в принципе, изначально интересующиеся международными темами, они, конечно, в курсе. Они в курсе, что происходит там с Навальным, они в курсе, все были в курсе, что происходит там с выборами в России, они все в курсе, что происходит со СМИ в России. Но даже таких вот людей, которые посвящены в эту повестку, даже их, ну, это не особо волнует. Они знают и знают. Но для них это такая тема номер 50, наверное, в их списке. Потому что американцы, конечно, это все уже много раз говорили, они, их интересует первое, что происходит в их доме, второе, что происходит в их микрорайоне вокруг дома, третье, что происходит в их городе, и четвертое, что происходит в их штате. Даже то, что происходит в стране, их уже волнует так меньше. Ну, порядок меньше, чем. Нет, там, конечно, были у меня, я писал про них, были три человека, прям очень политизированные, которые прям вот, ну, которых Путин прям волновал. Но это два таких прям человека, занимающихся прям политикой. Один из них работал в ООН, занимался правами человека, я его совершенно случайно в баре встретил и разговаривал. Ну, он знал, что я русский, мы с ним разговаривали, и он начал аккуратно и тактично выяснять мои взгляды. То есть он, может быть, подозревал, может быть, я путинист или нет. Но когда он услышал меня, он на меня, конечно, вывалил все, да. Все, что он думает, да? Все, что он думает про Путина, да. Это была отрицательная какая-то оценка? Ну, да, да, конечно. Этот человек работает в ООН, в Amnesty International, и он занимается правозащитой. Он, конечно, рассказывал, как ему теперь тяжело работать, в том числе из-за действий России. Но второй человек, наоборот, он был очень интересный, очень интересный такой сторонник республиканцев. У него в квартире везде висят календари с Путиным, портреты Путина, вот там какие-то... Я ему бюст Путина подарила. Он такой контркультуры, то есть он не любит демократов, он во всем их критикует. Он считает, что Трамп лучший президент США за всю историю. И он, конечно, его отношение к Путину хорошее. Но вот что я хочу, вот что я понял, общаясь с республиканцами, они все, казалось бы, поддерживают Путина. Они все выражают там свою поддержку, радуются, когда узнают, что мы из России. То есть достаточно необычно, когда американец там хвалит Россию, честно говоря. Но они на самом деле... Но при этом все эти республиканцы, они говорят, что как бы... Но нам не надо, спасибо, нам Путина не надо. Вот для вас, для России это хорошо. А вот хотели бы мы, чтобы у нас был Путин в США? Нет, ни в коем случае. То есть как бы... Ну вы же Россия, как бы подразумевается. Для России, то есть как бы для такой страны, вот как Россия, не совсем развитой. То есть такое вот... Снисходительное отношение, да? Да, у них, то есть такое отношение, вроде бы, с одной стороны, они пророссийские у нас считаются. На самом деле их отношение к России как к второй, к второсортной стране. Как к стране менее развитой, чем в США. А у демократов, которые как бы, ну, наоборот критикуют во всем, у них наоборот в этом плане подход, ну, на мой взгляд, более честный. Потому что они равно относятся там к своим, к русским, там, к китайцам. И говорят, что нет, ни нам не нужен там Путин, да, ни вам. Потому что вот, 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 поэтому, поэтому, потому что вот есть такие стандарты, такие и такие. Вот. Хотя внешне это выглядит как будто бы республиканцы за Путина. Ну, вот сейчас, например, у нас на носу выборы, да, в Госдуму, в Оренбургской области законодательное собрание. Сейчас там идут дебаты, висят плакаты. В общем-то, предлагают людям сделать выбор. Там, ну, кто-то, может быть, мечется там, да, между Единой Россией, там, коммунистами, ЛДПР, да. Кто-то не мечется, поддерживает конкретно одного, много лет и все прочее. Все равно какое-то там раздвоение, расстроение, расчетверение у нас в нашем обществе по этим признакам. А вот американцы, они строго все, либо они такие, либо не такие. Выбирают либо одну сторону, либо другую. Там нет серединчата, которая вообще никого не поддерживает. Ну, интересно, я вот никогда не задумался над этим. Но, если честно, мне кажется, что, да, в Америке разделение четкое на тех, кто поддерживает демократов, на тех, кто поддерживает республиканцев. Потому что у них, ну, такая вот другая партийная система, у них всегда проходят только две партии. И ты в любом случае должен примкнуть, либо туда, либо сюда. И потом у них еще есть такая сильная вещь, как, ну, так скажем, традиционная географическая привязка. То есть вот есть, например, штат Массачусетс. Если ты родился и вырос в штате Массачусетс, ну, даже если ты не особо интересуешься политикой, но все равно ты всегда будешь голосовать за демократов. Потому что Массачусетс – это демократический штат, потому что из Массачусетса вышли все там несколько президентов и вице-президентов, потому что Массачусетс – это там с Бостоном – это как бы первый исток демократии. И вот ты родился в Массачусетсе, ты не особо политизированный человек, но ты всегда голосуешь за демократ. Даже если ты уехал куда-нибудь в Нью-Йорк жить, и там ты хочешь за кого хочешь уже голосовать, или все равно остаются родные корни главнее? Человек, родившийся в Массачусетсе, мне кажется, он вообще никогда не переедет в республиканский штат, потому что, да, вот там очень сильно отличаются штаты по укладу жизни, по культуре друг от друга. Но там нет такой миграции активной? У нас же воткатаются, все-таки в Саренбурге бегут, очень много молодых. Да, нет, есть, конечно же, внутренняя миграция в США очень сильная, гораздо сильнее, чем в России. Но дело в том, что вот республиканские штаты, как я уже говорил, это весь центр, такая глухая деревня. Там Айова, Айдаха какой-нибудь, Юта, Монтана. Все, что по краям развито вокруг побережья, Калифорния, Орегон, Нью-Йорк, Массачусетс, Флорида, Мэн, самые развитые экономические и промышленные штаты, они все за демократов. И, как правило, вот миграция происходит между вот этими двумя побережьями, туда-сюда, либо вот внутри побережья. То есть демократические штаты, мне кажется, мигрируют внутри себя. То есть, а республиканцы остаются в своих штатах и только между собой там береждают? Да, да, деревянское население внутри вот этих вот центральных штатов, оно гораздо меньше переезжает. Нет, ну, конечно, такое есть, и вообще всегда во всех правилах есть исключения. Но вот это вот очень сильная вещь, что если ты родился в демократическом штате и вырос там до какого-то возраста уже сознательного, то ты, как правило, склонен выбирать, голосовать вот за тех, за ту партию, которая все время традиционно в этом штате побеждает. Ну, у нас еще остается многообразие, в общем, хаос продолжается и в этом вопросе. Вот, судя по твоему опыту путешествия, я так понимаю, что на этом ты не остановишься. Есть ли у тебя какие-то планы на другие путешествия? Вот так вот посмотреть страну в течение длительного времени? Может быть, это Китай на данный момент? Не знаю. Может быть, Россия, начиная с Чукотки, там, Сахалина, не знаю, Хабаровского края? Нет, не задумывался так далеко над тем, чтобы еще куда-то уехать, там, на полтора месяца. Но после того, как возвращаешься из путешествия, всегда, конечно, остаются в голове всякие наметки. Потому что ты увидел что-то, что ты не успел посмотреть, и ты уже начинаешь, там, на будущее откладывать себе эти вот маленькие идеи. У меня есть в планах и в США еще раз вернуться, если, конечно, возобновятся визовые отношения между Россией и США. Да. Вот. И очень хочется, наконец-то, попасть в Европу, которая уже давным-давно закрыта тоже сейчас. Ну, правда, Европа из-за пандемии, а не из-за политических вещей, да. Но вот по Европе я бы с удовольствием тоже проехал месяц-полтора, тем более, что там за это время можно не 19 штатов, а 19 государств проехать отдельных, независимых. Вот. Поэтому планы такие есть, но без конкретики пока. Спасибо, что ответил на наши вопросы. И приходи еще раз в гости. Спасибо вам.